Привет, друзья! С вами очередной выпуск вашего любимого сериала «Двое мужчин в белых рубашках, толстый и худой». Я в роли толстого, меня зовут Сергей Король, а в роли худого Станислав Орехов, дизайнер инфобизнесмен. Ничего подобного, я нормальный. И системы 7 плюс 7. Отлично. Стас, слушай, а сколько твоя рубашка стоит? Скажи честно. Без понятия, не знаю. Обычная рубашка. Наверняка у тебя дома есть, знаешь, как вот у Путина есть грязное хранилище, у тебя должно быть хранилище белых рубашек. У нас очередная есть порция вопросов от зрителей и слушателей. Не знаю, сейчас посмотрю, нет ли здесь хитрых вопросов. Нет. Слушайте, шлите хитрые вопросы, правда. Нужны злые вопросы, мы должны этого рака поддеть, поймать на каком-нибудь противоречии, где его система не вывозит. Давайте попробуем найти и обязательно сделаем заплаточку на эту часть. Мы только за. Договорились. Патч, знаешь, как обновления? Они Apple выходят. У нас тоже Apple обновится вовремя. Вот значит как. Так что это не баг, это фича. Будет, если найдется. Как ты заговорил, слушай, прям как разработчик. На самом деле постоянно дополняется что-то интересненькое. И вот сейчас я работаю над, наконец-то я закончу скоро эту тему по психологии. Очень прям прикольно, мне очень понравилось, как все складывается, очень классно. Я на две части разделил. Первая часть это тема, связанная с то, что нужно знать обычным ребятам о психологии, без всяких заумностей. Вот просто четко и понятно, за полдня ты вообще знаешь все, что тебе нужно использовать. И вторая часть это как это использовать для составления stories, там повелитель истории будет, что это такое. Вот я разработал эту систему, очень классно, мне понравилось. Тренажер буквально, где тебя, ты учишься все это дело составлять и публиковать. Очень классная штука, прям ручки потираю, чтобы она скорее заработала. Сам отестировал, все классно. Принесет тебе миллион рублей, надеюсь, да? Ну конечно, я делаю все, что, скажем так, я не начинаю проект, который меньше, там не знаю, потенциально 5 миллионов приносит. Конечно принесет. Слушай, а вот ты вообще взялся бы за проект социальной направленности, например, дизайн детскому дому, сделал бесплатно? Нет, не стал бы. Ну почему, у тебя нет души, как так, а помочь детям? Ну я не умею делать общественные проекты, соответственно, немножко, ну не моя степень. Вот, если было бы что-то, что моей было, то есть если ты говоришь про социальную направленность, то есть моей, допустим, ну что-то рассказать, обучить, помочь. Я часто людям помогаю, кто мне спрашивает, ну какого-то совета, рекомендации, там канал веду. То есть у меня, в чем я могу без каких-то проблем помочь, без трат личного времени, я с удовольствием это делаю. То есть разработка дома какого-то, то есть я вообще даже не понимаю, как к этому подойти. Мне нужно будет очень глубоко погрузиться, и тем самым я придам по сути себя, свою миссию и людей, которые на меня надеются. Ну то есть да, кому-то я помогу, но гораздо больше и лучше я принесу участие, занимаясь своим делом. То есть я за то, чтобы уверенно и четко говорить нет, там где, ну не твое, а где твое, там говорить да, и не только за деньги, но и за просто хорошие отношения. Я в это верю, ну ты знаешь, то есть карма возвращается, я много полезного даю. Даже в этих видео практически, если посмотреть, послушать, там очень-очень много всего и по продажам, и по привлечению, и по чему угодно. Да, это правда. Слушай, вот такой вопрос у меня есть философского характера. Вот есть Олег Тиньков, такой известный предприниматель, ты, конечно, знаешь. Конечно, да, прикольно. Он родом вообще с Алтая, с Горно-Алтайской, я не ошибаюсь, как и ты, откуда-то вы оттуда, с Дальнего Востока. Вот, и он в родном своем городке маленьком, он построил церковь и школу, отремонтировав, в которой сам первые годы учился. И в этом, кажется, он видит какую-то такую миссию, ну оставить какой-то след после себя. Ну да, прикольно. А сейчас он, к примеру, переболев тяжело раком крови, он основывает фонд поддержки таким же больным, как он каким-то был. Вот, и у меня такой вопрос к тебе. Слушай, а вот ты как думаешь, ты какой след после себя хочешь оставить? Я сейчас знаю, ты скажешь про свою систему, но это же не то. Ну это же как бы улететь. А кто сказал, что не то? Забудится, что это Станислава Орехова, нет? Да, слушай, я не знаю. Во-первых, первое, да, кто оценивает, то есть, значит, то или не то. Я же там не должен понравиться Сергею Королю или еще кому-то. То есть, ну, я вижу, что то. Вот, соответственно, для меня это то. Вот. Ну да, я считаю, что это важная вещь, которую я сделал, систематизировал. Стандарт профессии мы разработали, это очень крутая штука. Ну, в принципе, в глобальном каком-то масштабе, наверное, это все, ну, как бы такая ерунда. Но с другой стороны, ты смотри какую-то таблицу, например. Таблица какого-нибудь Брадиса, да, или там таблица Менделеева. То есть, ну, как бы, он уже давно умер, ему все равно. Ну, какое-то дело есть. Я, в принципе, не за то, чтобы там оставить вслед во вселенной. То есть, я просто занимаюсь тем, что мне нравится, то, что мне интересно, с пользой, с удовольствием провожу свое время там на этой земле. Вот, в принципе, все. То есть, вот слушай, мне на самом деле это резонирует. Я тоже в целом считаю, знаешь, как Жванинский говорил, что жизнь – это изнашивание организма посредством получения удовольствия. В целом кажется, что, типа, просто жить, получать удовольствие – это нормально. Но это нормально для тебя. И, допустим, для меня, может быть. Про ценности есть такая штука, что ценность для каждого человека, она разная. Для кого-то гедонизм удовольствия, она в едином круге относится, вот, по кругу ценности Шварца. Их там всего 10, в уточненной версии 19. И противоположность – это власть, доминантость. И, соответственно, у каждого человека, у каждой группы людей есть свои ценности. То, что для тебя и для Жванецкого, может быть, для меня тоже правильно считается. И окей, для других это вообще непонятная история. То есть, какое-то наслаждение, там, набивание живота непонятно чем, зачем. Для него власть и либо создание чего-то нового, интересного является большим приоритетом в жизни. Вот, соответственно, он к нему стремится. Так вот мы по кучкам между собой кучкуемся, и каждый за свою тему топит. И тем прекрасен мир, что он разный. Слушай, я правильно понимаю, что люди, например, вроде нас с тобой, которые ценят гедонизм и жизненные удовольствия, они вроде как вместе друг с другом держатся? Да, конечно, да, да. Это именно то, что объединяет и то, что двигает вперед, допустим, компании, команды. Если ценность одинаковая, причем есть две вещи. Есть общая человеческая ценность, как ты хочешь мир поменять, либо как ты видишь идеальный мир для себя. Это одно, то есть это одна часть. И есть еще ценности, которые позволяют делать это. То есть кто-то делает, допустим, за счет системы, кто-то за счет хаоса. Несмотря на то, что у меня, допустим, система в приоритете, я с этим работаю, а ты, допустим, можешь в хаосе быть. Но, допустим, ценности у нас близкие, вот, поэтому мы находим общий язык, и где-то у нас при этом есть противоречия. То есть человеку как бы и стремится к одному, но разными способами. Это интересно. Возникает некий вопрос, конфликты, то есть поэтому это работает. Я понял. Слушай, прикольно, классно, мне прям понравилось. Но у меня вопросы есть. Читаю первый. Станислав, я дизайнер, но веб-дизайнер. У меня ситуация. Мы с клиентом обсудили проект, я сделал дизайн. Все вроде было хорошо, но вдруг клиент раз и давай говорить, мол, все не то, все невкусно. Я расстроился, не знаю, как вырулить. Что посоветуешь? Ну, первое, самое важное, не расстраиваться. Потому что отличное отношение к критике – это самое здоровое, что только есть. Никогда не надо расстраиваться. Это первое. Второе – примени системный подход. То есть что не нравится, надо спросить. Клиент скажет, мне все не нравится. Это очевидно, это стандартно. Всегда клиентам все не нравится. Секрет здесь в чем? Чтобы разделить все на составляющие. Окей, тебе пол нравится, стены… А, мы про веб-дизайнер. Хорошо. Сайт нравится, ну, как бы как работают кнопки. Нравится ли как навигация? Правильно ли тексты? Правильно ли графика? То есть ты выяснишь, что конкретно ему не нравится. Либо может оказаться так, что у него просто задача изменилась, и он просто не знает, как тебе отказать. Он не хочет сказать, что у него задача изменилась, и что теперь ему надо доплатить. Он хочет на тебя навешать, допустим, с помощью манипуляций, чувство вины, что ты не хороший дизайнер, и ты предложишь ему сам сделать бесплатно по-другому. Может быть так. То есть может быть очень много разных ситуаций, лучше всегда разговаривать и обсуждать. Слушай, это очень хороший совет. Еще я со своей стороны бы, знаешь, что добавил часто? У меня, по крайней мере, бывает, что клиент через критику пытается быть с автором твоего текста. Иногда бывает, клиент говорит, все, текст говно, просто ужас, как ты мог ко мне прийти с таким куском говна вместо текста? Ты садишься с ним, а вот мы созваниваемся по зуму, а клиент, типа, едет в лимузине на самом деле, и у него там, знаешь, Москва проносится эти дома на кутузе где-нибудь в прозрачную крышу. И вот ты с ним обсуждаешь, и он такой, здесь нужно заменить слово прибыль на слово выгода, а здесь поменять 13 лет на 15 лет. И ты поменял просто в тексте, и он такой, вот, теперь нормально. Как я понимаю, ему просто хочется, как бы, чтобы его услышали, тоже приняли какие-то правки, и он может сказать, что он тоже поработал на текст. Да, отлично. Есть даже хитрый такой способ специально, то есть, если клиент не поработал над текстом, ты же ему даешь задание, примите, он, соответственно, принимает на себя. Если он никакие комменты не дал, у него нет чувства выполненного обязательства. Зная такую психологию, есть фишечка, что ты специально допускаешь там парочку ошибок каких-то, и человек их находит очень быстро, получает удовольствие от этого, а все остальное прокатывает. Прикольно. Слушай, это интересно. Так делается, да. Похоже, знаешь, как каким-нибудь чиновникам крупным какого-нибудь, типа, связанного лося в лесу бросаешь, ты по нему подстрелили, и было, на охоту сходил, типа, все, готово. Но есть такой способ, если ты понимаешь, что будет с клиент, ну, такой непростой, так делается. И, в принципе, это нормальная стратегия. Слушай, это классная фишка, это прям, да. Но, с другой стороны, слегка, знаешь, опасно эту ошибку допускать, потому что клиент может сказать, типа, come on, ты же профессионал, как ты можешь такие ошибки делать? Я для вас оставил. Ты делаешь это не ошибкой, а темой для обсуждения. Ну, то есть, как бы, такая, такую штуку. То есть, это не техническая ошибка, а то, что можно так, а можно и так. Вот. Главное, чтобы она была очевидной, чтобы клиент ее сам нашел, и чтобы у него было чувство, что, типа, я тоже принял участие, я молодец, то есть, все, супер. И тогда у него чувство выполненного гасит другой, ну, другие темы. То есть, он все равно будет где-то спорить. У него, потому что задача есть такая, что где-то нужно, ну, нельзя с первого раза принять. Он еще, особенно, чем больше денег платит, тем больше, как бы, хочется ему принять участие. Да, 100%. Поэтому, если контракт крупный и, там, клиент VIP, надо, чтобы он обязательно что-нибудь нашел, и пусть он найдет что-нибудь простое, да, что несложно будет поменять, чем он будет копаться в концепции, какой-нибудь придется все переделать. Да, 100%. Вот, слушай, прям, вот чем дороже проект, по крайней мере, у меня так, да, клиент считает, что он должен вздрючить меня за эти деньги, я должен 300 раз все переделать. У многих людей есть такое отношение, что 300 раз сделали, значит, нормально получится. Это правда. Слушай, отличный совет, мне прям понравился. Хорошо ты разложил. Второй вопрос. Станислав, а как вам работается с людьми, которые говорят матом? Я вот не знаю, куда себя деть. Да, у меня, в принципе, нормально, мне без разницы. Я... То есть, с тобой с матом, ты тоже будешь матом общаться? Нет, я сам не общаюсь с матом, ну, практически никогда, ну, в принципе, даже не практически никогда я не общаюсь, мне как-то это, ну, не сильно нужно. Но я абсолютно нормально отношусь, мне без разницы. Угу, я понял. Слушай, да, я тоже особо не разговариваю матом, но иногда бывают такие клиенты, у меня были несколько такие прям, эээ, братан, что там, это все сейчас. У меня тоже были, мы делали. Ну, а что делать, приходится? Да нет, нормально, в принципе, я приезжаю, помню, как сейчас, прокуренный какой-то такой, подсобка, там мужик сидит, дымит, дымит, постоянно просто на мате разговаривает матом, и стенды мы делали, стенды для выставок. Я им там несколько стендов нарисовал, ну, ничего, прикольно, почему нет? То есть он как-то там матерился, а я ему делал проект, он мне деньги платил. Ну, мне это вообще какая разница. Я пришел, посмеялся, ушел, сделал проект, пришел, получил деньги. Ну, да, логично. Теперь можно его вспомнить. Вот, а кого-то, может, кто-то не ругался и не курил, как паровоз, можно и не вспомнить даже. Так, хорошо. Стас, я тут имею возможность купить мебель из закрывшегося ресторана и клиенту ее предложить. Но, боюсь признаться, вдруг клиенту этот факт не понравится. Что делать? Надо сказать, что мебель из ресторана и давайте организуем. Ну, то есть нельзя продавать бэушную и как новую ее продавать. Так нельзя делать. Ясно. Окей, я понял. Ну, это некрасиво. Представь, ты купил автомобиль там в салоне, а там она бэушная оказалась. Ты этого не знал. Ну, как-то глупо будет. Ну, слушай, а вот если я не хочу додумывать за автора, ну, вот, можно просто ее не говорить, что она из рейстика, а сказать, что типа она просто подержанная? Да, конечно. Ну, подержанная рейстиком, а где еще ее держит? Да, скажи, бэушная мебель, вот, ее можно взять там подешевле, например. То есть, должна быть причина взять. Это вообще так принято у дизайнеров? Это так можно делать? Можно. Предлагает даже клиенту такое? Конечно, можно. Почему нет? Ну, то есть, задача дизайнера решить задачу. Если задача клиента сэкономить, он может купить подороже что-нибудь, ну, я имею в виду покачественнее, но подешевле. Там кто-то оботкрутился, какой-то ресторан. Очень часто бывает ресторан целиком. Более того, кстати, есть в Инстаграме какая-то компания, которая скупает интерьеры ресторанов, и у них прям огромная распродажа там всего. И они выпускают даже там какой-то дайджест, что вот в секретном месте там раз в два месяца у нас будет распродажа сливок. Это, по-моему, называется fucking chairs, если я правильно помню, как как бы гребаные стулья, грубо говоря. Типа того, да. И туда можно прийти и поживиться. Но это всем нужно, потому что ресторан уже нужно обновляться, они не обязательно банководились, они могут там просто сменить концепцию. Куда ты все эти стульи, ну, денешь? В огне, что ли, сожжешь? Нет, ты приходишь, создаешь ажиотаж, делаешь запуск, люди приходят и на эмоциях забирают что-то, ну, как что-то кто-то ухватить хочет. Нормально. Ну, даже прикольно. Я ни разу не участвовал, но у меня как бы нет такой задачи. Если бы была, я бы обязательно поучаствовал. Мне такая тема, в принципе, нравится. Как блошиный рынок там в Европе. Тоже классно. У вас там много, да? Это правда. Слушай, а вот я, начитавшись твои книги... Покажи книгу, Стас. Надо показать книгу. Книга, книга, книга. Да, вот она. Всегда со мной. Прям на боли. Энциклопедия дизайна и комплектация. Да, 500 с чем-то страниц. Огромное количество полезнейшей информации. Все, что тут было, сейчас здесь. Поэтому применяйте. Блин, она такая здоровая, конечно. Я каждый раз думаю, знаешь, ты можешь человека пытать связать его, книгу на грудь ему положить. Я такой, отпусти! Ты когда приедешь, мы попробуем. Договорились. Слушай, я вот возвращаюсь немножко к подержанной мебели, к блошиным рынкам. Вот я из этой книжки, к примеру, прочитал у тебя, что есть концепция комплектации, когда дизайнер получает агентское вознаграждение от поставщика до того, что предлагает клиенту мебель, детали интерьера и прочее. Это не приводит к тому, что дизайнер всегда заточен на то, чтобы что-то подороже клиенту предложить, чтобы больше заработать на комплектации. А тут какие-то подержанные стулья. Ну, что он копейку с этого возьмет? Зачем вообще дизайнеру заморачиваться? Он получает деньги только в тот момент, когда все счастливы. Вот, а клиент будет счастлив, если он, ну, получит более качественную вещь задешево. Поэтому, какая разница? Ну, допустим, стулья, там, новые стоят, давай в миллион возьмем. А бушные будут, они же не, вообще бесплатные, они будут там 500 тысяч стоить. Так вот, лучше он получит 50 свои тысяч, чем не получит 100, потому что клиент пойдет и где-нибудь в Китае купит за там 700. Понимаешь? Не, погоди, а ведь кто ему эти агентские 10% заплатит? Вот тот же fucking chairs не будет дизайнеру ничего платить, зачем он? Нет, не будет, конечно. Ну, ему достаточно, ну, у тебя нет задачи везде денег заработать во что бы то ни стало. Как нет? Погоди-ка, стой. Нет, у тебя есть задача решить проект, сделать его качественно и правильно и попутно, где получится, где все сойдется, не в ущерб проекту. То есть, у тебя первая задача дизайнера это сделать проект и сделать его качественно, чтобы клиент был доволен, и чтобы самому было не стыдно. Вторая задача, это уже как бы попутно заработать. Никто не идет в дизайн, я уже много раз говорил, что там тупо денег заработать. Те, кто идут, они проваливаются, потому что дизайн это о проекте. А что, поменять нельзя задачки местами? Нет, у тебя не будет работать. То есть, ты не уйдешь далеко. Тебя не будут покупать, тебя не будут рекомендовать. Ну, это такая тупиковая тема. Это, вот знаешь, как я знаю, организация праздников. Вот представь, ты организуешь там детский праздник, да, и вот пытаешься везде, там, за каждый шарик, там, пол копеечки получить. Тебя никогда в жизни не посоветуют. Ты бы там, дочку, дочку бы пригласил на день рождения организаторов таких. Нет, ты бы взял просто нормальных ребят, да, кого посоветую, да, кто просто нормально, тупо, хорошо сделает. А потом уже, ну, естественно, на этом заработает. А те, кто будет тебе счет за каждый шарик выставлять, ну, ты их лесом пошлешь. Ну, или пытаться там везде урывать, на каждом кусочке. Так, вам с собой запаковать? Упаковочка стоит денег. Три, тридцать рублей, пожалуйста, будьте распишитесь. Блин, это прямо жестоко. Ну, примерно так. То есть, дизайнеры не такие. Слушай, а мне такая идея возникла, вопрос. Смотри, вот у нас есть, допустим, комплектация, где, с одной стороны, дизайнер получает, допустим, 50 тысяч рублей, как некий фикс, и получает агентское вознаграждение с поставщиков, с каждой, там, ну, из большинства проданных вещей. А я, допустим, потенциально, как клиент, могу прийти к дизайнеру и сказать, слушай, смотри, я тебе плачу 200 штук, и я хочу, чтобы ты не подороже мне искал, чтобы побольше агентского получить, а просто честно подошел нормально к делу и подобрал подешевле. Ты, может, на агентском, дизайнер пойдет на такое? За 200 штук, он даже не то, что будет там искать подешевле, он, в принципе, больше процентов не будет брать. 200 штук – это нормальная оплата, именно ты угадал, примерно, вот мы работаем за такую сумму, когда мы ведем одновременно авторские комплектации управления без процентов, то есть все проценты дополнительные, все там скидки акции, которые нам дают поставщики, мы, как бы, клиенту даем, да? Он больше не платит. То есть, в целом, даже окупиться может, да, твоя работа, с точки зрения клиента, он может только же обратно получить с тебя? Вообще, комплектация и работа дизайнера на проекте всегда окупается очень-очень сильно, ну, как минимум, за счет отсутствия ошибок, ну, либо, если ошибки будут, то они будут урегулированы, там, дизайнером самостоятельно, без там участия твоего, без каких-то проблем, то есть, да, всегда, это первое. И второе, чаще всего, то, что ты заплатил дизайнеру, если он честный, нормальный дизайнер, то ты получишь, как бы, дешевле и более качественно, за счет того, что он подберет тебе, ну, там, допустим, на 20% дешевле поставщиков, ты будешь счастлив. Я понял. Слушай, классно, я понял. Единственный момент, что дизайнеру надо, конечно, ну, чтобы он был мотивирован, то есть, чтобы он получал нормальные деньги. 200 тысяч – это хорошие деньги за проект доплатить в месяц, потому что ему тогда не надо где-то пытаться, там, ну, не знаю, заработать дополнительно. Он занят твоим проектом, потому что дизайнеру, опять же, ему не нужно все деньги заработать, ему нужно в комфорте делать качественную работу. Именно за этим идут в дизайн. Именно это является, как бы, ключевой такой темой, почему вообще идут в эту профессию. Поэтому дашь ему это, и он будет счастлив, и он будет, как бы, ну, советоваться тебе самое лучшее, а ты будешь его потом советовать дальше. Единственное, не надо зажимать, фоткать, то есть, дизайнеру важно, я бы даже отзыв дал, ну, каждому дизайнеру, хороший, развернутый, это прям был бы кайф. И второе, я бы отдал сфоткать обязательно то, что получилось. Вот, и тогда все будут счастливы. Я понял, хорошо, спасибо. Так, есть еще вопрос. Станислав, вы в одном из прошлых видео говорили, мол, дорогие вещи, это нормально, это типа способ потратить на себя, вдохновиться. А это с любыми тратами так. Если я шмотки, дорогие, покупаю, это тоже ок? Спрашивает нас. Ну, если покупаешь, то, ну, я не вижу проблем, я не вижу вообще как бы противоречия. Ну, да, если у тебя есть деньги, ты можешь покупать. Если ты покупаешь для удовольствия, делай, что хочешь вообще. Если ты покупаешь для того, чтобы кого-то удивить, ну, это странная история. То есть, тогда лучше подделку покупай, наверное, если такая задача. Вот. Если ты для своего удовольствия, покупай настоящее. Ну, если тебе не важно там с кем-то кого-то удивлять, покупай просто вещи, которые тебе нравятся. Они могут быть дорогие, могут быть дешевые, главное, чтобы тебе удовольствие доставляли. Хорошо, у тебя нет такой детской травмы, знаешь, когда родители там постоянно экономит заставляет тоже детей экономики там как бы жмотят ну как бы это от бедности от 90-х идет у меня по крайней мере так у тебя такого нет избавился от такого не я еще такой как бы прижимистый я не избавились ты да конечно то есть ты мог бы еще один этаж построить доме это моя любимая шутка кажется ты не поверишь у нас будет бассейн боже да ладно да это открытый пути он был олимпийского должен быть открытый но будет закрыт да не на самом деле смотри я так тоже конечно пошутил ну то есть есть как бы некий такой стереотип да вот из там старого то есть на меня никто не учил там прижимистый еще чего-то экономия у нас просто тупо денег не было и я еще там со школы зарабатывал практически столько же сколько родителя по за счет смекалки за счет там каких-то там ну там и картриджи меняли там компьютерный клуб какой-то делали то есть меня всегда и погоди а вот расскажи сейчас просто качестве врезки вот выдавали первые заработанные деньги на чем заработал самое первое ну таким нормальный я заработал на то что я находился в экологическом патруле я был типа юным экологом в чем суть заключалась была дорога и по дороге ездили самосвалы и значит выкидывали туда строительный мусор какой-то и наша задача была на этой дороге сидеть и веревочку натягивать ну короче типа чуть ли не лажи ложится не надо надо было натягивать чтобы они проезжали вот была такая идея что типа водитель не будет конфликтовать с детьми но мы там школьниками были вот соответственно развернется и уедет и мы там дежурили месяц и за месяц платили 100 долларов ну какая-то компания чтобы он там не загаживали полигон вот и я думал ну когда же он поедет я месяц сижу никто не едет и вот один раз в месяц приехал действительно грузовик мы там дежурили посменно вот за это не заплатили я на это дело купил себе для приставки 3dfx такая штука называлась вуду какая-то такая акселератор чтобы компьютерные игры можно было играть вот такую штуку вот помню половина россиян такие блин а еще можно там действовать это еще акции можно еще посидеть за 100 баксов с веревками я бы тоже не отказался вот он хороший бизнес блин слушай классно я сейчас хочу меня а я наверное да я занимался файер-шоу были такие мы сейчас еще остались когда типа люди так и знаешь с огоньками на веревочках пляшут до 5 научились и на свадьбе я выступил за работу 3000 рублей ну вот тоже 100 долларов молодец вот короче купил кроссовки себе вот видишь класс да блин хорошо прижимистый человек с бассейном да не сейчас сильно знаешь когда денег было мало тогда наверное да ну короче я не могу тебя точно ответить на этот вопрос то есть одной стороны никогда не торожили ничего с другой стороны ничего не ограничили себя ну то есть не могу однозначно ответить где-то наверное да где-то нет слушая ты в фейсбуке писал что я вы тебя якобы даже чуть ли не системы бюджета нет ты даже не знаешь сколько ты тратишь что правда нет да не знаю у меня у меня запросов меньше чем нет у меня запросов меньше чем ну как бы трат поэтому да мне так повезло у тебя когда вообще в последний раз в жизни было что ты такой раз и денег нет ну там чет над купить не хватает слушай была такая тема года три или четыре назад когда был кризис как раз и у меня были сотрудники еще ну как бы на заплате в офисе и мы чё так прикинули что в августе там заказов как-то тоже не было вот это один раз было вообще за всю жизнь но мы быстро выкрутились потому что я сказал мы делаем теперь курс для поставщиков и за неделю мы 200 тысяч заработали ну то есть 200000 это 20 это 10 участников курса их было 15 по моему по 20000 вот я за день мы провели то есть я девчонок посадил на телефон говорю давайте девчонки значит звоним караул надо продавать вот мы продали там за три дня плюс один день я провел и после этого я понял как бы что деньгами проблем нет вообще то есть я могу на креативе техну из воздуха то есть буквально ну ты просто берешь и если у тебя есть навыки то ты можешь то есть англева девчонками не но это прикольно просто это ощущение даете небывалую свободу то есть ты понимаешь что у тебя никогда деньги не закончится ложь и самое прикольное а даже если бы вот смотри если бы у меня даже не было курса и умение проводить я бы нашел допустим такого как я себя я бы точно также позвонил взял бы за организацию 20 процентов допустим и заработал бы сколько 300000 30 тысяч об заработал за неделю но в принципе неплохо ну да просто продавая чужой продукт и даже не проводя ничего то есть я бы объяснял почему там к этому человеку надо сходить и записывал бы ну билета плюс потом можно им же до продать еще что то то есть там целый ну как бы история то есть вопрос как ты мыслишь и вот это вот ощущение я считаю это самое важное так гораздо ну как бы дороже денег и всего остального почему навыки надо учить ты один раз жизни выучил навык продаж один раз жизни выучил навык привлечения клиентов вообще он работает везде ты свободен ты кайфуешь и ну ты не беспокоишь ни за себя не за свою семью то есть у тебя там родители дети бабушки дедушки ну то есть все они обеспечены почему потому что ну как бы либо ты можешь это сделать либо ты можешь передать им этот навык в дальнейшем это очень круто это же передается классно конечно вот где на самом деле как бы польза а не в том что ты кому-то там денег взял там пачку и дал там вот тебе на благотворительность ну как бы это прикольно но мне гораздо более интересно не рыбу давать а удочки ладно ну это классно мне понравился хороший 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 фразу вот есть такой короткий вопрос стас а ты как-то оптимизируешь налоги да нет у меня патент есть на обучение и на дизайн интерьера два патента мы покупаем за деньги и у меня есть и п на все остальное ну в принципе там 6 7 процентов я считаю что у нас очень низкая налоговая ставка то есть до 10 процентов до здесь процентов я сразу как бы прощаюсь ну и нормально и больше куда уж больше оптимизировать это уже совсем лучше больше заработать чем пытаться думать полностью в белую работу да конечно конечно а смысл зачем то есть и так очень мало тебе гораздо выгоднее эту энергию заплатить ну то есть ее направить на положительные какие-то вещи нежели пытаться там эти два процента как-то там но обжучиться смысл нет я понял хорошо ладно просто иногда бывает знаешь там я иногда работаю с клиентами многим прям вообще на меня есть и п уже много 7 лет мне и п и некоторые есть клиенты которые типа мы не можем на и по заплатить у нас все в серую вот пожалуйста на карточку сбербанка там что-то но то есть странно это платит за наличку нам 30 процентов суть доходов учиться но у них скорее всего к это производственная тема то есть это мы с тобой вольные художники нам просто говорить а если ты возьмешь какой-нибудь производственную штуку то там не сладко честно говорю то есть если были сотрудники те надо буду нанимать сотрудников за них платить там 30 процентов еще денег плюс у тебя доходы минус расхода то есть там еще те проблемы вот поэтому ну вот и это есть томас особенность такая так у меня есть последний вопрос интересный кстати станислав вы не боитесь что какой-нибудь ключевой сотрудник уйдет от вас с вашей системы и сделать конкурирующую студию да нет что тут боятся наоборот в чем проблема то система она есть она не только у моего сотрудника у меня 100 человек вот сейчас 99 еще один будет участник и у меня будет 100 юбилейная тема 100 человек кто участвует нашем курсе по созданию студию те кто как бы учатся в чате находится вот поэтому сутова булька не типа особо условия подарочек очень такой досмотришь для меня я думаю среди должен был сотый почему для него для меня надо совсем скинув своим я какой-нибудь тортик или что-нибудь ну слушай как ты как преподаватель в институте его ты думал на стол накрыть надо же а как ты думаешь такой пришел учиться вот и сотый тип ну я и так пришел учиться кто учат всегда поэтому давайте готовьте золотой студент у нас кстати здесь было недавно выездное занятие по студии дизайна там стать у нас 200 200 с чем-то человек тоже прикольно вот и мы ходили снимали то есть у нас эмиль был рассказывал тоже показывал значит как выглядит необработанный объект демонтированы там всякие стяжки электрика что можно там усилить как можно этажи поднимать вот всякой информации не отвечай на вопрос конечно нет не боюсь то есть можно применять вопрос что ты не можешь скопировать один в один потому что система моя да она строится в том числе на то как ты хочешь работать соответственно ты должен взять и адаптировать можно ли просто адаптирует ну да ты как бы можешь послушать видео на ю тубе там я рассказываю про нее вопрос всегда в нюансах и мелочах и в сроках сколько ты времени и стратишь на то чтобы это сделать то есть ты будешь разбираться допустим там три года и допускать ошибки а можешь со мной сделать нам за три месяца и без ошибок ну и получается ты взвешиваешь стоит ли ну кто-то сам пытается кто-то пытается там со мной это меня вообще принципе все равно слушай а у тебя к даньке сотрудники открывали свои свои дела бывшие да да было дело конечно многие и ученики и сотрудники конечно многие потом приходили учиться еще дальше конечно я ухожу от тебя станислав но я вернусь и куплю твою студию вместе с тобой это будешь моим сотрудникам не уходит да слушай такого вообще нет то есть ты такие какие-то отношения рассказываешь из страны я только за то я же чушу чушу конечно хорошо голливудский фильм ладно ладно кто-нибудь из твоих учеников я уж ты типа три сотни а такой странный вопрос может а кто есть кто-то кто зарабатывает больше тебя конечно есть я жду ладно ну а почему нет я немного зарабатываю есть твой ученик который тебя превошу как бы многие взошел в доходах многие конечно многие уже приходят как бы гораздо больше чем я зарабатываю то есть очень успешные люди вот второе что многие строят компании прям двигаются вперед с партнерами работать конечно есть конечно многие да я как бы а вот большим доходом уйти он же наверняка все что ты рассказываешь он уже знает не он же как бы перерос то нет 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 то что я рассказываю это для супер очень крутая система это очень 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 мощная вещь ты ее даже в принципе ну и не знаю ты нигде и не найдешь то есть такое вообще нет это совмещение не на уровне наш каков сколково либо имбири где-то рассказывайте буду рассказывать какие-то абстрактной компании как вот она где-то для общей ниши везде устроена у меня конкретизированная для дизайна интерьеров я здесь знаю вообще все на на любой вопрос то есть настолько детальнейший подробнейшей информации вообще обо всем вот сегодня мы обсуждали с девушкой одна у нас юля с юли ученицы вот она учится дизайну и вот сейчас она студирует договор вот и там вопрос в том числе допустим там указывать ли в штампе имя клиента в каком случае указывать в каком не указывать и есть там плюсы и минусы этого решения и вот даже так глубоко закопавшись как бы ты можешь объяснить почему так вот такого объяснения на таком уровне в каждую деталь вникнуть и это все расписано и соединено с другими темами такого просто нет поэтому мне этого никто не знает уверяю тебя более того то есть чтобы мне это это все придумать и систематизировать чтобы она работала каждый день я примерно часов по пять об этом думаю и работаю над этим то есть вот только надо этим в течение там 5 лет точно может быть даже 10 то есть 2009 года 11 года я вот первую версию создал то есть это я даже не знаю сколько там тысяч часов ну то есть это очень мощная штука поэтому конечно нет но знание они не не дают заработок заработок дает применение вот что самое важное поэтому я не действую детально да для того что применять я действую детально для того чтобы разрабатывать у меня такая миссия то есть я разработчика я обучаю вот применяется у меня до применяется естественно все это конечно вот но у меня нет задачи построить супер там огромную мульти корпорацию нет нет не нужно ведь не интересно я орехов инкорпорейте нет это я за спокойствие я такой чуть более интроверт наверно мне вот хорошо себе посидеть пока покопаться вот и значит мне не трогали я люблю потусоваться где-то называется называется лайфстайл бизнес когда человек делает бизнес который основан не нигах он просто его интересов вот это да это про меня поэтому у меня деньги не зажигают у меня есть все что мне надо и скорее всего я и не зарабатываю больше там сколько трачу то есть у меня как бы баланс если нужно было ну заработал но и нужды такой нет я понял прикольно это знаешь как ты сидишь то как бы на на такой трубе с деньгами у тебя краник свой но ты время от времени открываешь когда попить хочешь но обычно он закрыт примерно так вот такое слушая не комфортно да хорошо вот в контекст им ты упомянул бей у меня знакомый он владелец петербургской кайте компании он у него была голубая мечта жизни им бей получить и он это очень дорого стоит десятки тысяч долларов обучения но там нет про два года по моему он продолжается сколково у нас в россии где есть но да он причем копил денег он грант какой-то получил это там вложил последние буквально день там кучу денег просто миллионы рублей не прошел учиться и он говорит он так в этом всем разочаровался а он специалист по мар по маркетингу по интернет-маркетингу а у них какой-то там спустя несколько месяцев был курс интернет-маркетинг какой-то преподаватель у них преподавал и он как я в этом курсе сижу мне прям стыд он такую чушь несет такую поверхностную и как бы вообще не разбирается в предмете который преподает ягод хочу хотел стать сказать типа чувак давай я расскажу как надо потому что я это все пробовал на практике и после этого он короче бросил им бей и прям расстроена ушелся так бывает ну человек понимаешь если бы он не попробовал у него всю жизнь горела такой я всю жизнь хотела мне не получилось может быть это и к счастью всего лишь миллиона рублей в принципе это не так много для того чтобы ну просто забыть об этом навсегда я понял так что нормальная тема блин слушай я прям был я удивлен что тебе приходят люди которые значить меня просто не вот значит такая наверное чиповецкая жук как-то бак во мне сидит что из чек очень богатый то он скорее все очень умный умнее всех других людей которые более бедные чем он минимум это не так же нет богатство и ум они очень разные потому что у тебя может быть супер преподаватель какой-нибудь который просто знает понимаешь это разные темы это всегда вечные споры вот это вот ну насколько там тренер должен как бы сам уметь делать да 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 он должен как бы по мнению кого-то но на самом деле преподавание и и донесение технология но это как преподаванию и учитель это разная эта профессия и хорошо если там умеет и делает что он практик да но по факту самое важное если есть методология предпринимательстве ты ты не можешь тебя никакой бизнесмены чему научите скажут поверь в себя начни делать и все у тебя будет потому что это правда но что нет никакого универсального рецепта предпринимательства потому что тебя мир постоянно меняется но есть навыки если ты хочешь научиться там за плавать у тебя есть тренер он может быть не самым лучшим не чемпионом мира по плаванию но он может быть тренировать чемпионов мира вот соответственно такая концепция рабочая то есть тебе нужно получать навыки а А как применишь эти навыки и применишь ли или нет, это уже твоя ответственность. Поэтому нельзя гарантировать, что мы научим тебя быть предпринимателем и зарабатывать деньги, потому что это неправда. От тебя зависит. Но можно гарантировать, что тебе навык дадут, какой-то до определенного уровня. И вот учиться надо навыкам. Я понял. Слушай, да, вот есть же знаменитый, я просто в юности смотрел волейбол, есть знаменитый советский, российский волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь. И он такой даже комедийно выглядит, такого очень-очень маленького роста, такой дядька, дедушка. Очевидно, что он даже не допрыгнет до нижней края сетки, но он прямо вырастил чемпионов. Он самый титулованный волейбольный тренер мира. И я как в детстве любил смотреть, он вечно такой выбегал, он красный, он прям весь горит игрой, а кричит на этих «Наташа, нужно бить туда!» А у меня родственники на нее смотрят и говорят, типа, что за хрен? Ну как бы, почему он кей кричит? Он сам не может ударить по мячу. Ну то есть для людей это нормально, ведь, наверное, когда твое мастерство определяется по твоим умениям, а не по навыкам преподавания. Ну слушай, это любительский уровень. Смотри, любительский уровень и вообще уровень новичка оценивать внешне, как вот, не знаю, павлина оценивают по масте, как ты человека оцениваешь по брендам в одежде, которые у него есть. Но по факту это обманка. Многие люди не хотят головой думать, они любят обманываться, им сказали, что должен или им сказали, что вот так. Они видят как бы обертку. Но если смотреть более серьезно, если смотреть чемпионский уровень, чемпионы, они как бы, ну тренера и вообще все ребята, которые чего-то достигли в итоге, они как раз таки не выделяются, а выделяются их ученики, скажем так. Вот это хорошо, это нормально, это классно, это то, что нужно. Чемпион мира по снукеру, его зовут Ронни Асалливан, есть такой, у меня просто папа увлекается, он смотрит трансляции вот снукера, это бильярд такой, большой крутой бильярд. И он очень много следит за чемпионом мира, который зовут Ронни Асалливан. И мне папа когда-то в юности историю рассказал, что он читал интервью Асалливана, и Аль Салливан приехал играть в снукер в Амстердам, там какой-то чемпион мира проходил. И у него спрашивают так, слушайте, а как вам вообще Амстердам, понравился, нет? Он говорит, а я не знаю, типа я приехал в отель, играл там, просто разминался весь день, вечером, типа у меня чемпионат, я даже в город не выходил. И я там в юности слушаю, думаю, блин, офигеть, ну то есть как так, ведь ты же, ты же как бы приехал в Амстердам, почему ты не сходишь в квартал красных фонарей, там погулять, а это ему вообще неинтересно, ему интересно играть. Ходил, признавайся. Ходил, говорю, ты сам, признавайся. Я был в квартале красных фонарей, ну в качестве зрителя, меня не интересует продажная любовь, но слушай, вот эти женщины, которые в окнах стоят, они меня, я в юности был, они меня испугали, ну то есть я как-то тогда думал, что если мне приятно с ними когда-нибудь заниматься сексом, я лучше бы утонул. Ну просто мне казалось это странно. Вот, но в целом я с годами стал больше видеть людей, которые вот типа не выходят в город, а играют в снукер в отеле. И меня они, честно говоря, пугают. Меня вот бесит, слегка раздражает вот эта концепция, что ты должен весь выкладывать свою профессию, а если ты не любишь там то, что ты делаешь всей душой, то ты ничтежество. Вот ты что думаешь по этому поводу? А кто сказал, что так? Они не ждут оценку. Я понимаю отличное его состояние, в принципе, да, то есть он не ждет оценки, он сам такой, это его цель. Ему все равно там то, что о нем думает, у него нет такого, что он должен или не должен. У него просто, ну вот смысл жизни в том, чтобы добиться то, что он сам себе наметил. Ну поэтому там я не думаю, что какие-то категории такие, что вот кто-то ему сказал, и он так действует. Поэтому ну не парься, он человек такой просто, и все. Я понял. Хорошо. Ну слушай, у меня тоже так бывает, допустим, даже поедешь, ну вот у меня так тоже было, поедешь куда-нибудь отдыхать, да, ты должен радоваться, там наслаждаться, там не знаю, пойти там вино пить, а у тебя какая-то мысля пришла. И ты такой, нет, все, стоп, и ты должен ее записать, ты не можешь, ты понимаешь, там все веселятся, но тебе пофигу, тебе настолько все равно, ты хочешь доделать дело, потому что ты понимаешь, вот оно пошло, вдохновение. Ну как бы у него, я думаю, то же самое, он готовился там к этому турниру, ему, ну действительно, все равно это там, Амстердам, Токио или там Москва, абсолютно без разницы, то есть у него задача другая. То есть да, он съездит потом, но в плане отдыха, но это отдельно. Слушай, да, вот я, ты рассказываешь, я прям улыбался очень сильно, просто ты тоже при меня, у меня когда какой-нибудь пост, идея поста в Facebook придет, я есть не могу просто, у меня даже жена так на меня смотрит, типа, что значит, у нас вечеринка, вино пьем. Я такой, не-не-не-не-не, сейчас я должен написать, потому что я не могу не написать, она прям внутри сидит, нужно выплеснуть. Ну вот. Ты тоже такой человек, да? Нет, ну все талантливые ребята такие, потому что нет, что у тебя такого понимаешь, ты что-то должен. Ты в этот момент, я думаю, тоже кого-то пугаешь, и они думают, что ты должен написать, что у тебя там этот самый, сидит либо злой заказчик, либо ты сам там себе там что-то должен. Вот, а по факту тебя просто прет, с твоей работой это классно. Я понял. Слушай, и последний микро вопрос, чтобы не растягивать видео, я знаю, что очевидно наши зрители длинные видосы смотрят меньше, у нас все-таки с тобой не фильм Питера Джексона про «Стирин колец». Слушай, расскажи кратенько, какая у тебя система хранения идей, мыслей, заметок, ты чем пользуешься? Я разработал эту свою систему 7 на 7 и соединяю туда, то есть я все мысли, которые есть, они в принципе повторяются. Вот мы с тобой обсуждали там за эфиром, что есть книги, ты уже читаешь, смотришь, о, я это уже видел. То есть все книги, они в принципе, ну о бизнесе, о продвижении, так или иначе они компиляция, да, ну можно найти мысли одной из другой. И там просто, в чем в них разница, в том, что автор просто приводит свои примеры. Один про Амстердам рассказывает, другой там про Токио там или Нью-Йорк, но в целом все одинаково. Вот, и примеры тебе нужно только, чтобы запомнить. Что я делаю? У меня примеров в жизни очень много, то есть у меня здесь проблем нет, я могу приводить там на любую тему практически, ну как пример, потому что я это все испытывал и делал. То есть мне нужно само мясо, само суть. Вот это само суть и содержание я распределяю по 7 основным категориям. Я знаю, что по мозгу есть 5, ой, 7, от 5 до 9 в среднем 7 элементов, которые ты можешь запомнить на память, ну как номер телефона. Поэтому я все стараюсь как бы в эту цифру умещать. Все, что больше, я там делю на две части. И вот у меня 7, потом внутри еще 7, ну и так далее. Я могу тем самым, я помню вообще все. То есть я могу как майндмэп, как у этого Шарлок Холмс, помнишь, были «Чертоги разума». Почему он все помнит? Потому что он находится в каком-то месте, и он такой так-так-так, пришлю туда, открою эту самую комнату и там найду такую-то мысль. Он, ну так наш мозг работает. Вот, соответственно, я все помню, я все знаю, ну как бы по темам. И я могу эту тему оттуда вытащить, кто и применить и перевести пример. Вот, поэтому любой вопрос я тут же могу, ну не просто ответить там, как мне кажется, а как это будет системно работать. Вот такая суть мышления и организации работы, это то, что является как бы основой моей системы и тоже в том числе я этому учу на нашем обучении. Это очень важно. Прекрасная завершающая и продающая концовка сейчас пришла к видосу. Ну и все, прям супер последняя идея и мысль. А вот представь, что перед тобой лежит 10 спичек. Вот прям на столе 10 спичек. Окей. Да, вот прям визуализируй, как в чертогах разума. И тебе нужно действовать, как вот я, нет, погоди, сейчас, я все спутал, сейчас, 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 все будет нормально. Сюрприз испортил. Это из терапевтической практики тебе задачка. У тебя на столе куча спичек лежит, не знаем сколько, куча, много. И тебе нужно 10 штук оттуда взять прямо руками. Вот ты как их будешь брать? В смысле как? Ну просто возьму, что ты имеешь в виду. В смысле? Ну просто как будешь отсчитывать? Я, наверное, возьму примерно 5 и еще примерно 5. Лишнее, ну либо лишнее, либо не доберу. Допустим, возьму 9, одну доберу. Либо потом наоборот возьму больше, тогда откину. Ну то есть я двумя пачками, скорее всего, возьму. Это терапевт говорит, что типа, как бы людей можно поделить на две категории. 95% человек, включая меня, они будут брать так. Они возьмут 3, потом еще 3, потом еще 3 и потом 1. Ну потому что им привычнее трешками считать. Но есть 2-3% людей, которые делают точно так же, как ты. Они берут двумя пачками и откладывают лишнее. Ну прикольно. Вот, я не знаю, что это значит. А что терапевт говорит? А? Что терапевт-то сказал? Он ничего не сказал. А, просто что есть? Я не знаю, какой вывод из этого сделать, кроме того, что ты входишь в какую-то небольшую категорию людей. Может быть, у тебя, я не знаю, что ты. Я думаю, это быстро. В следующий раз скажу. Смотри, я очень, у меня способность, я знаю, в голове есть. Я очень быстро умею визуализировать цифры. Что это значит? Ну, вот я заметил. Я могу очень быстро прикинуть соотношение. То есть, если ты меня спросишь, не знаю, деление или умножение каких-то цифр, которые мне понятны, я тебе точное значение не скажу, но примерно я буду понимать, что это там 257, например, какие-то. И также на деление. То есть, соответственно, я, скорее всего, исходя из этого, точно так же на глаз возьму, а потом, то есть, я возьму крупные вещи, быстренько их. Ну, почему 2 пачки, потому что там двумя руками быстрее. То есть, я за скорость и за то, чтобы потом лишнее отздать, либо довзять. То есть, ну, ключевая вещь будет. Также вот, в принципе, вот в подсчетах финансов, я также считаю очень быстро, так крупная какая-то сумма понятна, все, принимаем решение быстро. А теперь там детали уже помощники сделают. То есть, я вот, ну, образ мысли, я думаю, такой. Ты обычно крупными суммами берешь, а потом помощникам понемножку отсчитываешь. 15-20 тысяч рублей в месяц зарплату в свои разы отдал, все, двумя руками по 2 миллиона. Раз, раз. Я не мог удержаться от шутки, прости. Я просто, я аж покраснел от того, насколько мне хотелось ее пошутить. Ну да. Ну что, вопросов больше нет. Вопросы были хорошие, мне очень понравилось. Спасибо, друзья. Пишите смело мне, как вы делаете обычно. У меня вопрос был. Вопрос у меня был. Я не сделал домашку. А, и замолчал, видишь? Я стыд испытал. Знаешь, как собаку, которую укорили, то, что она сожжала бутерброд. Но я вот, или ты мне дал задачу команду сожрать бутерброд, и я не сожрал, и мне стало стыдно. Прикольно. Смотри, сколько вещей тут. Во-первых, я тебе команду не давал. Ты сам взял на себя обязательство, ответственность. Во-вторых, тебе стыдно. Стыдно, это глупое чувство, в принципе, точно не надо. То есть, ну, просто пришел и сказал, я не сделал, я ответственно к этому подошел, я ответственно не сделал. Ну, то есть, окей. Ответственно не сделал, это как вообще? Ну, то есть, я принял решение не делать. Глупо стыд испытывать вообще, не надо стыд испытывать. Ну, то есть, ты принял решение не делать? Ну, да. Ну, все, пришел и сказал, это сильная позиция, это то, что нужно, то, что воспитывается. Вот так надо делать. Ну, то есть, окей. Сейчас просто был такой мастер-класс по украшению копирайтера силами инфобизнесмена, я понял твою модель. Да, хорошо, я просто действительно что-то покрутил в голове и забил. Ну все нормально, пришел. Нет, я не обязательно в следующий раз сделаю, то есть возможно тебе это не ценно, или блоки какие-то, или сложно, то есть ты можешь, понимаешь, вот когда так делаешь, что возникает, мы же хотели разобрать, да, давай под финалочку, ты не сделал, но я разберу все равно, то есть мне это без разницы, я могу разобрать и сделанное, и не сделанное, вот, потому что так вот, ну очень часто мы сталкиваемся там со студентами тоже, кто работает, то есть мне в целом все равно, кто что сделает, кто что не сделает. Важно первое, что как бы это твое решение, второе, что стыд, не надо испытывать это решение, и ты его принял, и это хорошо уже, то есть тут можно тебя даже похвалить, но особенно если ты смело об этом скажешь, это нормально, то есть умение сказать нет, это нормально, классно. Вот, и третье, ты будешь хорошим примером для других ребят, потому что там твое решение ведет к какому-то результату, ну и движению твоему, или не движению, то есть ну как бы это нормально, примеры всегда прикольно посмотреть, послушать. препарировал просто меня как мышь не больно было я за да нет не все отлично окей хорошо как я выкрутился напоследок а прямо даже станислава буквально помог открыл дверь мне что я убежал как собакой ладно хорошо посадает на мечтат не сложи скажи по-честному твоя мечта ты какая-то к чему стремишься потому что такая конечно загадка мне ты видишь слушай давай вот и давай то отдельный напишем я я просто этот длинный сложный разговор и не даже немножко травматичный для меня это чай эта часть той тех больших проблем которые я занимают на терапии потому что и как бы я в качестве некой прелюдии следующего разговора скажу что у меня нет мечты и плана в жизни и в целом например мой терапевт считает это там проблемы ну и особенностью с которой важно работать потому что на не ограничивать вот но подробнее об этом и говоришь еще раз может быть ты хочешь быть ограничен то есть это же прикольно ну слушай потерпим потерпим суши и у нас еще нас все время мира и практически да 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 куда торопиться значит потерпим все вместе приходите в следующий раз давайте так задавайте вопросы и сергею тоже то есть можно не только мне может вопрос сергею задать о смысле жизни есть ли она у него должна ли она быть тоже мне очень интересно у меня нет ответа на самом деле я ничего не знаю о психологии у меня есть какое-то мнение то есть мы можем собой как два дилетант в этом вопросе порассуждать ну помнишь мы прошли раз говорили про визуализацию будущего себя в старости это часть вопроса терапевта у тебя например ты легко визуализируешь себя в старости а я например нет но это просто качестве некого вот примера нового разница между нам просто не понятно что миллионера я не непонятно просто это хорошо или плохо то есть ну то есть это хорошо это очень хорошо ну по словам терапевта я но нет такого понятия как хорошо или плохо то есть это если ты испытываешь от этого нормальное удовлетворение то тебе окей вообще я против того чтобы навешивать это хорошо это плохо да и есть просто риски чего ты теряешь и может быть тебе не там ну то что общепринято а может быть наоборот надо вот непонятно и ты никогда не узнаешь то есть те самое главное чтоб счастье в чем в том что ты достигаешь получается ну своих целей ценностей никто не должен быть указкой навязаны но если ты сам уже не комфортен с собой тогда уже об этом стоит поговорить слушать я хороший терапевту получился на самом деле ты можешь знаешь принимать кушетку поставишь кожаную себя там и водишь не я такое делал уже у меня было несколько учеников которые вот приходили мне рассказать я такой блин думаю блин чем я занимаюсь ну да они платят деньги в принципе не маленькие но я вот зарёкся с проблемами какими-то такого отличного характера там заниматься это прям ну совсем не моё мне просто не нравится ни за какие деньги поэтому нет это не моё то есть я понимаю знаю что-то но не буду но ты ипотечен ты умеешь добираться до сути это важно качество терапевта поэтому теоретически если нужны будут деньги ты знаешь что делать да хорошо не пропаду все спасибо сергей спасибо друзья спасибо станислав пишите скоро продолжим пока